Выявление оборотней в российских государственных органах, устроивших свои бизнес-схемы в структурах, продолжается. Так возбуждено уголовное дело в отношении экс-кандидатов губернатора Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко. Ему инкриминируется мошенничество при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. Сумма хищений у дольщиков составляет до 380 миллионов рублей. Помимо бывшего депутата отличился и экс-сенатор Лаптев из Новосибирска, пытаясь уйти от ответственности по реализации своих преступных схем. По версии следователей, Лаптев, являясь председателем комиссии по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии. В качестве благодарности забрал у коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год набежали около миллиона рублей, которыми Лаптев распорядился по своему усмотрению. Знал ли чиновник о том, что в законодательстве не предусмотрена распродажа рабочих мест в бюджетной сфере и что его действия попросту являются уголовным правонарушением? Вопрос риторический. Однако теперь оправдываться бывшему депутату потребуется в суде. Помимо этого, не без внимания остались и таможенные органы Российской Федерации. Сообщается, что в Москве арестовали начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова. Высокопоставленный таможенник был задержан с поличным оперативниками управления КФСБ России. По предварительным данным, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Помимо этого, сотрудники полиции также задержали в Якутске первого замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственного контракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Многие довольно длительное время трудно переживали период пандемии. Однако для некоторых людей этот кризис стал отличным заработком и личным бизнесом. Сообщается, что предположительный ущерб от его действий мог составить более 150 миллионов рублей. Вероятно, что алчные и самонадеянные государственные служащие ни перед чем не остановятся в попытках нажиться на своем же собственном народе. Их не останавливают законы, принципы совести и морали и даже страх быть пойманными. Человеческая слабость к легкому заработку порой обходится для них слишком дорого, но что касается слуг народа, то за все придется платить обществу.